Привет, я Олеся Медведева, это новый Ясно Понятно блог на канале Страна Юэй. Нормандская встреча закончилась, ее результаты известны, о них я говорила в предыдущем блоге, еще, возможно, буду говорить в следующем. Но не закончились сюрпризы, и сейчас мы о них поговорим. Это касается нового уголовного дела по очень интересному поводу против Петра Алексеевича Порошенко. Снова, да? Я понимаю, что очередное уголовное дело против экс-президента звучит уже довольно-таки смешно, потому что по некоторым делам уже просто тупо все лежит на согласовании у генпрокурора и ничего не происходит, но тем не менее. Суть этого очень интересного дела является то, что Петру Алексеевичу могут предъявить госизмену из-за подписания Минских соглашений в 2015 году. Дело в том, что еще тогда экс-глава государства как раз-таки перешел все те пресловутые красные линии, которые он сейчас очерчивает Владимиру Зеленскому. А именно проведение выборов на Донбассе до передачи контроля над границей, особый статус для отдельных регионов Донецкой и Луганской области, закреплением его в Конституцию Украины и многие другие нормы Минска-2. Все это почти 4 года назад Порошенко согласовал с Путиным, Оландом и Меркель. Он сам лично это делал. И парадоксальность ситуации в том, что Порошенко сейчас пытается обвинить Зеленского в попытках реализации того, под чем Порошенко сам подписался. Грозится Зеленскому Майданом, обвиняет его в сдаче национальных интересов государства. А тем временем заявление о госизмене Порошенко еще вчера, в понедельник, передал в ГБР юрист Андрей Портнов, который, как известно, является по сути главным инициатором большинства дел против экс-президента. Давайте разберемся, что к чему. Я покажу эти эксклюзивные документы, это заявление и поймем, какой выхлоп может быть у всей этой истории. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Итак, еще 8 декабря Портнов написал у себя в телеграм-канале следующие строки. Друзья, завтра подаю новое заявление о преступлении Порошенко. Государственная измена в интересах Российской Федерации при подписании в 2015 году Минских соглашений и подробности позже. И я напомню, что в этот день в Киеве как раз проходил Майдан против так называемой капитуляции. Он был достаточно жиденький, но на нем выступал Порошенко, окрещивая зрадой любые возможные будущие попытки Зеленского реализовать Минские соглашения. Которые сам же и подписывал. Ну, конечно, не лично он, а его представитель Леонид Кучма. И текст был согласован в том числе лично. А теперь уже Порошенко на встрече нормандской четверки. Позже Портов разъяснил суд своего заявления. Итак, в 2015 году, в феврале, Петр Порошенко прибыл в Минск вместе с делегацией иностранных лидеров государств. И дал указание на подписание соглашения, в рамках которого любые изменения в Конституцию по поводу Донбасса, а также, что касается местных выборов, должны были согласовываться с лидерами оккупированных у Украины территорий. Это первое. Теперь второе. Петр Порошенко подписал соглашение, по которым государственная граница Украины только в том случае может вернуться назад в Украину, если он предпримет ряд законодательных действий, каждое из которых нужно согласовать тоже с лидерами оккупированных территорий. Петр Порошенко неоднократно заявлял о том, что лидеры оккупированных территорий находятся под прямым контролем и влиянием Российской Федерации. Иными словами, четко это осознавая, ущерб обороноспособности и национальной безопасности страны подписал соглашение таким образом, что никакой другой глава государства, в том числе и действующий сейчас глава государства, не может выйти за рамки этих соглашений. Потому что Петр Порошенко провел минские соглашения, этот протокол, через Совет Безопасности ООН, через Парламентскую Ассамблею Совета Европы и в рамках нормандского формата легализовал его с лидерами иностранных государств. Я об этом подробно пишу и вы можете ознакомиться с текстом. Он также привел несколько цитат Порошенко, когда тот еще был министром экономики в правительстве Николая Азарова. Например, то, что Харьковские соглашения одинаково выгодны для Украины и для России. И то, что Россия и Украина защитили свои интересы, подписав эти Харьковские соглашения. Вот он сказал, что Харьковские соглашения взаимовыгодны Украине и России. Это прямая речь. России нужно было найти взаимоприемлемый вариант. Это он от имени России как бы предвосхищает, почему ей это тоже выгодно. Россия и Украина защитили свои интересы в результате подписания соглашения о Черноморском флоте. Продление российского флота в Крыму не повлияет на отношения Украины и Европы и так далее. Ну и Портов, собственно, напомнил, что именно с отмашки бывшего президента были подписаны минские соглашения. Сначала первые в сентябре 2014 года, а потом вторые в феврале 2015, где вот этот весь полный букет красных линий. И заявление о совершении преступления Портнов уже передал в ГБР. И в нашем распоряжении оказался этот документ. Заявление. Мы под музычку сейчас его покажем, а потом продолжим. Внимание! Продолжение следует... Вот такое вот заявление. Хотелось бы подробно еще поговорить именно о Минске-2. Вторые минские соглашения, я напомню, были подписаны 12 февраля 2015 года. Эти соглашения дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса. Полицейскую, языковую, судебную. Кроме того, они действительно регламентируют возвращение контроля Украине над границей лишь после изменений в Конституции. Несение туда пункта про особый статус Донбасса. Соглашения эти были заключены на фоне очередного обострения на Донбассе в начале 2015 года. Их подписание практически в московской редакции продавили Германия и Франция. Им нужно было окончание войны любой ценой. Порошенко же было нечем абсолютно крыть, и он согласовал этот документ. От имени Украины, правда, подписал его не лично Порошенко своей рукой, а его полномочный представитель в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Но это дело особо не меняет. В ночных посиделках тогда с Путиным Меркель и Лондом участвовал лично Порошенко. Он согласовывал окончательные тексты, а Кучма всего лишь его завизировал. Горячую фазу войны с крупными наступательными действиями и правда удалось остановить. Вялая война продолжалась, но опасность тотального разгрома украинской армии миновала. После чего Порошенко начал активно саботировать Минск-2. Хотя этот документ был принят Советом Безопасности ООН и во всем мире назван базовым для урегулирования конфликта. Уже после потери власти Петр Алексеевич, который сам перед этим несколько раз встречался с Путиным, начал отговаривать от этой встречи неопытного Зеленского и разгонять тезис о том, что президент Российской Федерации будет склонять украинского президента совершить зраду. То есть выполнить Минск-2. Хотя сам Зеленский никакого повода так думать не давал. И по вопросам Донбасса повторял плюс-минус риторику своего предшественника. Видимо, речь шла просто о том, чтобы повесить на Зеленского как можно больше зрады. Объявить его предателем, заявить, что он сдает национальные интересы и таким образом мобилизировать против него определенную часть населения. Кульминацией всего этого процесса стал воскресный Майдан, который провела европейская солидарность, там было немножечко свободы, а вечером пришел нацкорпус и правый сектор на банковую, где очерчивали красные линии для Зеленского, которые, правда, дословно повторяют тезисы Порошенко, подписанные в Минске в 15-м году. И давайте я еще раз их просто перечислю. Никаких компромиссов по поводу унитарности государства и никакой федерализации. Никаких компромиссов касательно европейского и евроатлантического курса. Никаких политических действий, в частности выборов, на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации. Никаких компромиссов касательно деоккупации и возвращения Крыма в Украину. Никакой остановки международных судебных процессов против России. А теперь предлагаю разобраться, что же все-таки может получиться из этого, ну назовем его так, Минского дела. Идея Портнова расследовать вероятную госизмену Порошенко при подписании Минска-2, это довольно-таки интересный ход. Не только с юридической, но и с политической точки зрения. Это дело может дискредитировать экс-президента как главного борца с Россией и идеолога красных линий. Нечто подобное ранее Янукович сделал с Тимошенко, когда и обвинил ее в работе на интересы России во время подписания газового контракта в 2009 году. Тоже может выйти из Порошенко. Вряд ли в его защиту выйдет какая-то внушительная группа поддержки, если против него будут выдвинуты обвинения в госизмене и в работе в интересах Москвы. Тем более, что в националистической среде эти обвинения против Порошенко звучали и раньше. Ну и в любом случае вес заявления о зраде Зеленского со стороны экс-президента значительно уменьшится. И действительно в слуге народа ходят слухи о том, что депутатские группы рассматривают вариант снятия с Порошенко депутатской неприкосновенности. Но для того, чтобы ее снять, сначала должно быть представление генпрокурора, а его пока, как мы видим, нет. Другой вопрос, что это само по себе не будет означать, что активность антикапитулянтов как-то снизится по отношению к Зеленскому. Ну и, конечно, касательно мирного урегулирования на Донбассе, скорее всего, внутри произойдет смена лидеров. Впрочем, пока неизвестно, насколько власти и правоохранительные органы активно возьмутся за это дело. Хотя обвинение Петра Порошенко в том, что это именно он несет ответственность за содержание минских соглашений, все чаще звучит из Уззеленского и его окружения. Но как оно там будет на самом деле, совсем скоро узнаем. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале «Страна.юэй». Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что мы следим за всеми событиями и все рассказываем вам. И делитесь своим мнением под этим видео в комментариях. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok